14 мая у дома номер 68 по улице Туполева произошла авария с участием четырёх автомобилей. Есть пострадавшие. На месте работали бригады скорой, экипажи ДПС, пожарные подразделения. Больше всего досталось автомобилю «Шкода Октавия». Водитель именно этого автомобиля, по словам сотрудников ГИБДД, стал виновником аварии. «Шкода» двигалась в сторону речного вокзала по крайнему левому ряду и стала на скорости разворачиваться в обратном направлении. Этого не ожидал водитель автомашины «БМВ», которая шла по крайнему левому сторону Сахарова. «Ну, я не успел среагировать. А что я смогу сделать? Мужчины в массе различаются по весу. Поэтому и такой силы удар произошёл». Удар был такой силы, что разбудил обитателей окрестных частных домов. «Бабахнуло сильно?» «Здорово! О-о-о!» «Обдом?» «Обдом?» «Да». Перец «Шкоды» разбило в дребезги. Водитель иномарки, говорят очевидцы, очень сильно ударился головой о сработавшую подушку безопасности. Сказалось то, что мужчина, по словам очевидцев, не был пристёгнут ремнём безопасности. С места аварии пострадавшего доставили в больницу. Но и это ещё не всё. В момент удара у «Шкоды» оторвался аккумулятор и полетел в свой собственный полёт. «Вот это вот в вашу. У вас «Вольксваген», да? Вот это влетело в «Вольксваген». Вам в бампер?» На скорости металлический агрегат влетел в лобовое стекло «Шевроле» и, отскочив от него, полетел дальше, в бампер двигавшегося неподалёку «Вольксвагена». Обе машины шли в потоке в сторону речного вокзала. «Вот незакреплённый аккумулятор мог кому-то вообще травмы нанести огромные просто. Ну, это, конечно, не от хозяина. Мощина зависит от сервиса, где он обслуживается». Дмитрий, водитель БМВ, в аварии травмировал руку. Так что, кроме водителя «Шкода» в ДТП по счастливой случайности, больше никто из людей серьёзно не пострадал. Почему водитель «Шкоды» при развороте не убедился в безопасности маневра, будет выяснят следствие. Данных относительно наличия в крови водителя «Шкоды» алкоголя пока нет. Во всех деталях происшествия, а также степени вины его участников, разбираются сотрудники ГИБДД. На своих экранах вы видите оперативную съёмку проверки показания на месте человека, который долгие годы находился в международном розыске за убийство двух мужчин. Преступление совершено в Торжке летом 2009 года. В совершении двойного убийства подозревались два брата и их отец. Троица скрылась и была объявлена в розыск. На протяжении 12 лет следственными органами, а также сотрудниками управления уголовного розыска УМВД, не прекращалось проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, совершивших указанное преступление. Проверялись различные версии случившегося. Следственными органами фигуранты были объявлены в международный розыск. 3 июня 2019 года местонахождение одного из злоумышленников было установлено на территории Итальянской Республики, где обвиняемый проживал по подложенным документам на другое имя, после чего 1 августа 2020 года он был экстрадирован в Российскую Федерацию, где в тот же день помещен под стражем. Предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено. Мужчине предъявлено обвинение. В отношении остальных двух фигурантов уголовное дело выделено в отдельное производство. Их розыск продолжается. Несмотря на полное непризнание обвиняемым своей вины, его причастность к совершению преступления подтверждается заключениями медицинских, баллистических и генетических экспертиз, показаниями ряда свидетелей и иными материалами уголовного дела. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд. Необходимо отметить, что в Следственном управлении Регионального следственного комитета России на протяжении многих лет эффективно работает группа по анализу и распределению преступлений прошлых лет, в которую входят квалифицированные следователи Следственного комитета, криминалисты Следственного управления, ветераны следственных органов, а также оперативные сотрудники МВД. Системная работа позволяет реализовать основополагающий принцип уголовного процесса, принцип о неоторотимости наказания и привлечь виновных к уголовной ответственности за преступления, совершенные в прошлые годы. Продолжение следует...